Всем привет! Опять с вами я, Владимир Добров. Сегодня новые фишки для вас, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас пирц. Смотрим пирца. Наслаждаемся. Ближайшие 15 минут. Надеюсь, успею показать вам всё. Итак, Е4, Д6, Д4, Конь Ф6, Конь С3, Ж6. Значит, безусловно, этот вариант очень известный, очень актуальный, популярный. Они на топ-уровне играют пирца через Д6, Ж6 сразу, без включения ходов Конь Ф6. Но так или иначе, мы все должны знать, как здесь реагировать. И у многих из вас вопросы возникали. Резонно, как здесь лучше расставиться, как лучше поставить фигуры. На вкус и цвет товарищей нет. На самом деле, у белых миллион схем. У чёрных, в принципе, стратегическая линия тоже проста. То есть, они хотят быстро развиться и провести либо Е5, либо С5, либо какие-то движения на ферзевом фланге, А6, Б5 проводить. Ну, а белые делают ставку либо на короткую рокировку, классические итеростановки, либо с разносторонними рокировками, борьба на разных флангах. Ну, третья схема, которую я хочу сегодня обратить на ваше внимание, это вариант конкретный, вариант очень интересный. Слон Ж5, Слон Ж7, и в этой очень известной позиции белые не играют ферзь Д2, не играют Ф4. А вот я предлагаю сегодня посмотреть ход Е5. Е5 очень конкретный ход, требующий от чёрных тоже конкретных знаний. Вы сразу же начинаете нападать на вашего противника. Например, некоторые уже настолько привыкли разыграть перца, что, например, играя в Блиц, уже сделают рокировку на автомате. Тогда вы сможете полакренеть с уже фигурой. Ход очень ядовитый. Итак, перед чёрными выбором, что делать? Брать или не брать? Вот в чём вопрос. В случае взятия, взяли-взяли, открывается линия Д. Чёрным плохо играть конь Д7, потому что белые как минимум могут пойти Е6, разбить пешечную структуру. Затем сделать ход Ферзь Е2, подготовить длинную рокировку и запускать уже пешку Аш для атаки королевского фланга. Мы видим, что здесь позиция может быть уже критическая для чёрных. Поэтому, конечно же, ход конь Д7 здесь нехороший. В случае же размены ферзей, а меняться надо, так как оставаться без рокировки с королем в центре не самая лучшая идея. После ладья БД1 у чёрных, опять-таки, небольшой выбор заключается между двумя возможными вариантами, ходами конь Ж8 и конь Д7. Но если ход конь Д7 приводит практически форсированного к следующей позиции, мы сразу же, опять-таки, атакуем. Мы не даём противнику даже выдохнуть, мы начинаем сразу же приступать к атаке пешек. В случае единственного хода сломбит Е5, белый продолжает конь Ф3, хотим уничтожить слона. Опять-таки, теперь у чёрных два варианта. Слона надо сохранять, либо играть Е6. Если сохранять слона, белый наносит такой удар на Е7. Очень симпатично, видите, очень энергично. Главное, что белым нужно всегда стремиться к темповой атаке. То есть мы начинаем именно действовать очень активно, энергично. После взятия на Е7 забираем на С7, король Д8, конь БТ8. Как показывает здесь практика, здесь чёрные не могут претендовать на полноправную игру. Так как, во-первых, у них нет материала, им нужно время, чтобы этого коня съесть. То есть им нужно сделать несколько ходов. Но эти ходы, как Б6, в данной ситуации просто на них нет времени. Потому что белые сразу же вторгаются конем на Е5, угрожают взятием на Е7. И никакие ходы типа слона Б4, С3, ладья Е8 не спасают. Потому как после Ф4 возникает практически форсированная игра. Слон БЦ3, БЦ, Ф6. Это, в общем-то, ходы единственные. Слон Б5, ФЕ, рокировка. И белые готовы вскрыть линию Ф, вторгнутся ладью. И на Е7 мы видим, что перевязан конь на Е7 с королём. То есть чёрным немножко неуютно. После хода слона Б7, ФЕ, скажем, слон Б8, ходить уже очень опасно. Просто ладья Ф7, ладья Е7. Белые играют Е6. Отвлекая таким образом от защиты коня Д7. И белые выиграют форсированно. Хотя какой-то смешной 25-ходовый вариант вам сразу выложил на блюдечке. Но всё это носит форсированный характер. Я стараюсь всё-таки чуть быстрее, чем обычно. И надеюсь, что вы успеваете за ходом мысли. Вы можете остановить это видео, сделать паузу, скушать тортик. В общем-то, всё, что угодно. После другие же продолжения, скажем, после хода ладья Е8 в этой позиции, также, казалось бы, чёрные готовы поставить мат в один ход. Причём красивый мат. Белые, на самом деле, игнорируют ходом слона С4. И никакие отскоки слоном не опасны. Белый король просто уходит на Ф1. И, в общем-то, возникают, опять-таки, угрозы пешки Ф7. Позиция чёрных плоха. Вернём ситуацию чуть раньше. Скажем, вторая вариация. Если королём чёрный уходит на Ф8, мы забираем ладью. И готовы вернуться обратно конём. Поэтому чёрные вырезают нашего коня. То есть, они некоторое время нам не дают на возврат. Мы быстренько развиваемся. Ходом слон Б5. Ну и после хода король Ж7 делаем маркировку. Чёрных нет времени на нормальный возврат этого коня. То есть, они играют А6. Скажем, взяли-взяли. Играем С4. Грозим ладья Д6. Грозим ладья Д1. Ладья Е1. То есть, белые здесь полностью контролируют игру. Не успевают здесь чёрные ничего сделать. То есть, в крайнем случае, Б4-Ц5. Мы оставимся с лишним качеством. Как минимум. Поэтому этот вариант просто-напросто плох для чёрных. Хотя далеко не очевиден. И вот поэтому... Поэтому, дорогие мои, значит, чёрным приходится играть конь Ж8. Нет, ну, знаете, не самая лучшая идея, с одной стороны. Но, наверное, когда она единственная, как говорится, выбора нет. И здесь конь Д5, конечно, мы не играем. Потому что мы видим, что чёрные уже пешку на Е7 защитили. То есть, мы здесь уже играем конь Ф3. С угрозой конь Д5 защитили пешку. Чёрные поэтому вырезают коня. Ну, а теперь мы должны ограничить подвижность белопольника под Т3. И вот мы видим, что фигуры чёрных, всё-таки они находятся в некоторой... Немножко им тесновато. И после слона Е6, скажем, играя слона Ф4, мы хотим как пойти как конь Д4, так может быть и слон Д3. У белых приятная позиция, долгосрочный плюс. И дальше они, в общем-то, в этой позиции будут наращивать своё давление. Итак, так что такой вот вариант со взятием на Е5 достаточно опасный. Вернёмся к этой позиции. Играли здесь, да, отмечу, что ДЕ-ДЕ... Совсем забыл вам сказать, что после взятия коня Ж4 этот ход, к сожалению, проигрывает для чёрных. Потому что после хода А3 выясняется, что на Е5 конь брать не может. Из-за хода коня Д5 пешка на С7 незащитима. А в случае хода коня А6 следует то же самое. То есть ничего не успевает. Всякие ходы типа А6 также не хороши, потому что белый играет конь Д5 с нападением на С7. В случае, скажем, взятия на Е5 мы уже бьём на Ж4. Таким образом выигрываем. Ну, не знаю, так. Наверное, начнём с этого. Начнём, наверное, вот такую вот экзекуцию. Вот можно поставить такой симпатичный мат. Ну что же, вернёмся теперь к позиции после хода Е5. Позиция встречалась на практике неоднократно. Одна из, наверное, сильнейших партий в этой схеме была партия Гашимов-Ванчук. Как раз таки она продолжалась ходом конь Д7. И вот здесь я хочу вам предложить одну новую. Ну, как сказать, не то, что прям суперновую идею, но она, в общем-то, позволит напрячь вашего противника совершенно точно. Играйте Ф4. Напомню, что в таких структурах, когда вы начинаете идти куда-то вперёд, естественно, вам нужно всегда считаться с ходом С5, который позволяет чёрным позицию, как говорится, не то, что даже вскрыть, сколько, значит, взорвать. Взорвать ваш центр, поэтому за центром нужно всегда следить, чтобы у вас была именно конкретная идея. Она должна быть очень чёткой. Итак, после Ф4 у чёрных два выбора. Третьего, наверное, пока не дано. То есть это Ф6 сразу и Ф6 потом. Ну, и Ф6 сразу, наверное, более аккуратно. Но, тем не менее, после Еф брать конём, конечно, здесь невыгодно, потому что белые поля просто слабые, линии Е и, в общем-то, у белых там просто большой плюс. Поэтому чёрные забирают пешкой. Играем слон Х4. Можно, конечно, ещё и ферзь Е2 рассматривать как идея, но в целом этот ход не обязателен. И после хода слон Х4, ну всё что, чёрные могут здесь пробовать играть конь Б6, либо 0-0. Ну, так или иначе, всё равно у белых, на мой взгляд, чуть поприятнее. Но вот после 0-0 белые могут позволить себе дать шаг и потом пойти как и в 5, так и сделать ход конь Е2. И, в общем-то, здесь, если присмотреться, поанализировать эту позицию, у белых здесь достаточно инициативная игра. То есть мы здесь имеем определённые виды на короля. Плюс ко всему и у нас открытая линия Е. То есть определённые тоже ресурсы присутствуют. Значит, ну а самый, наверное, такой весёлый вариант, который и в этой позиции есть, который я вам сейчас хочу показать. Это вариант с короткой рокировкой. Здесь белые играют конь Ф3. И перед чёрными возникает достаточно резонный вопрос, как нам дальше ходить, потому что им нужно как-то выковыривать свои фигуры, так или иначе. И вот, скажем, какие движения типа Ц5, они, конечно, возможны, но они опасны. И, скажем, менее опытный шахматист с вами просто-напросто испугается так играть, потому что после хода ЕД выглядит всё это страшно. И, может быть, не так страшно на высоком уровне, но, например, играть вот так именно страшно. Потому что, ну, как минимум, белые могут какую-то позицию вот такую получить с инициативой. Так и наверняка что-то есть более конкретное. Но я думаю, что этого будет достаточно. Также их вот Ф6, который, казалось бы, самый такой логичный. Он вытекает из всех стратегических идей. То есть нужно чёрным как-то взрывать этот центр, удар по центру. Но вот здесь я хочу вам предложить вот такую занимательнейшую идею, которую я обратил внимание. И в этой прекрасной позиции вы не отступаете, вы не забираете, а вы просто игнорируете вот такие вот ходы, как Ф6. Таким наглым, сверхнаглым ходом А4. Бомба. Настоящая бомба. Итак, компьютер, конечно, был вас сейчас поливать. Если вы тут рассмотрите, что он тут показывает. Полная ерунда. Минус 2, минус 3. Тут всё надо сдаться. Ну, попробуй разберись за доской. На самом деле оценка здесь крайне опасная для чёрных позиция. И чёрных, на самом деле, выбор весьма непрост. Вот скажем, в случае прямолинейного взятия на G5 белые продолжают H5. Удивительный ход. Главная наша задача вскрыть ладью. То есть мы видим, что фигур чёрных рядом с королём не так много, поэтому мы играем мгновенно. И, как мы видим, маржу бросок такой готовый осуществить очень быстро. H5. Очень непросто защищать здесь позицию. В случае GH, конь G5, мы уже видим, и ферзь подключается к атаке. То есть чёрный король здесь просто-напросто гибнет крайне быстро. В случае ферзь Е8 белые съедают HG и выясняется, что брать на G6 просто после ухода слона Д3 совершенно не камильфо. А в случае H6 уже белые готовы продолжать взятие на H6. И, в общем, здесь тоже, как говорится, радости мало. Ну, скажем, какие-то такие варианты они рано или поздно заканчиваются тем, что, кажется, подсчётом не выведенных фигур. У чёрных их целый фланг. Фигуры здесь, как говорится, маловато. И, соответственно, взять на G5 кажется просто-напросто плохим. Но чёрные могут игнорировать, как часто нам говорят, под не торопись, посмотри, может быть, ты что-то ещё можешь. Ну, вот, они не торопятся, конь B6, играют, нападают на слона G4, на слона C4, параллельно готовы ещё выскочить слоном на G4, но в этом-то и идея белых белых по барабану. Белым по барабану они идут, прут как на буфет, играют на G5. Фантастическая позиция, висят два слона, чёрные могут забрать только одного из них одним ходом, двух сразу же не съешь, поэтому приходится выбирать. И вот на коньце 4 белые играют H, G. есть такой вариант, после чего, как показывает железная машина, бездушная, белые тут добираются до короля, то есть совершенно фантастическая позиция, поэтому бьют сначала здесь, сначала бьют здесь, и вот здесь, конечно, тоже очень фантастическая ситуация, белые просто ладья бит H5 играют, в случае конь B4, белый играет ферзь D3, нападая на мат, и чёрный уже, чёрный вынужден играть F5, в этом случае белый отыгрывает материал и продолжает бесплатную атаку, здесь уже конец, кстати, мало ещё не сказал, что всего лишь 10 ходов прошло, вот 10 ходов, а уже конец, неплохо, по-моему, для начала, так вот, в случае в случае ходов типа ферзь E8, ладья возвращается на H2, может, конечно, на H4 рассматривать, но я посмотрел на H2, и вот здесь тоже удивительная ситуация, опять-таки, нападаем на мат, и ход H5 единственный, и теперь белые игнорируют этого даже коня, играют, делают ход длинную рокировку, фантастическая позиция, опять-таки, предлагаю вам рассмотреть это дома, может быть, поанализировать, как говорится, для, 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 для гурманов, именно для гурманов, слон G4, опять-таки, спокойный, тихий ход, вот на этой позиции я вам оставлю, кажется, пищу для размышлений, подумайте, что здесь вообще происходит, что творится, что хотят белые, чем угрожают черные, и вот такой вот сюжет, такой вот сценарий по дебюту, неожиданный, может и очень серьезно удивить вашего противника, как вы думаете, сможет ли он поднять столько единственных ходов, и сможете ли вы переть на буфет, вот еще вопрос, в общем, атакуйте, вперед, как говорится, из песни, желаю всем успехов, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok